Добрый день, мои дорогие зрители! Всех приветствую! Всем рада с вами Наталья! Ну что, среда? Погода в Москве. К нам Ольга пришла. Да, как и обещали. Нам обещали циклон Ольга. Пожалуйста, получите, распишитесь. Кошка на окно залезла. Поэтому у нас как-то так метет. Вот. С утра еще тихо было. Ночью был мороз. Минус 10. Сейчас минус 4. И метет. Снег идет, деревья красивые. Но я вон там сняла чуть-чуть. Я вам потом в конце видео выставлю эту красоту. Да. А так, ну, зима напрасно злится. Да-да-да, скоро все. Весна, птички, цветочки. Вон, девчонки в чате уже семенами хвалятся. Рассаду начинают сеять. Все прекрасно. Да, жизнь продолжается. Да. По поводу моих игрушек. Ну что, икону я доделала. Вот она, какая красивая. Вот такая. Да. Николай чудотворец. И подарочки тоже сделала. Внук показал. Он говорил, бабушка, оставь. Я девчонка на 14 февраля кому не подарю. Я говорю, да ради бога, забирай. Вот такие вот конвертик с сердечками, цыпленок, хамелеон. А это не знаю кто, волчок, не волчок. Вот такие еще штучки. Они отделяются. Вот так вот здесь отделяются. И наклеиваются. Поэтому я же все вчера доделала. Но я же не могу успокоиться, когда у меня лежит рукоделие. Да. Поэтому как-то так. Кошка сидит, смотрит. Сейчас я вам поверну. Кошка сидит на окне, смотрит. Сейчас, вот она. Вот она сидит. Марго, кс-кс-кс-кс. Вот она. Сидит на окне. Смотрит, как снег идет. По-другому никак. Да. Сидит рядом со мной. Куда же без меня. Ну что еще? У Быковой какие новости? Ну, давайте поговорим об этом. Продает, распродает она своих коз. У меня только один вопрос. У тебя сутки, как окатилась коза. И принесла ни одного, ни двух, ни трех даже, а пять. Ну, пускай даже один из них погиб. Четыре козленка. Прыгай. Каково такой матери ехать дорогу? Она, бедная коза, лежала. Ей бы суток трое отлежаться после таких тяжелых родов. А кота? Нет, Быковой надо срочно всех продать. И обратите внимание, она уже не первый раз говорит, что козлят она просто раздает. Коз она продает, а козлят она раздает. А в чем спешка-то? Что случилось? Чего это мы так решили коз-то распродавать? Не, ну то, что продукция с них дорогая, это да. Что молока, пошла гулять, орать. Мало, не дарм говорит, как с козла молока. А это с козы. Ну, много коза не дают. Даже если самая удойная, ну, 5 литров она дает. И то на пике. Она решила их всех продать. И хотя у нее дома маленькие дети с аллергией. Это те дети, которым бы очень хорошо пошло козье молоко. Но нет, Быкова об этом не думает. Ну, не надо ей об этом думать. И эту бедную козу после окота, не прошли еще и сутки, ее в газель посадили. И козлят. Ни сена не подсыпали им, ничего. Но забрали они, по-моему, 5 или 6 козлят. Сегодня Быкова вышла в лепешке. Еще забрали коз. Те, которые то ли окатились, то ли какая-то коза еще в положении. То есть завтра еще приедут и через несколько дней. Да, распродает она коз. Только что она там. После вчерашней встречи с покупателями, которые сказали, что разводят мясную породу быков и коров, Быкова сказала, может быть новый проект. Замутим. И будем разводить на мясо. Быкова, разводи. Твои подписчики потянут все. Во-первых, сами телята эти дорогие. Чтобы их кормить, там прям рационы. Они сами по себе большие. Они даже в стойло, где у нее стоит корова, они не уместятся. Они огромедные. Ну, если она только после коз сарай переделает. Ну, а тело, что там? Три быка встанет. Это три больших быка. Или корова с быком, чтобы потом приплод терятами был. Представляете, сколько от них будет навоза? Откос столько нету. Ну, ладно. Это полбеды. Вчерашний ее шорс, где Варвара лежит в ванной, а мамашка показывает нам бумажки. Вот сколько писем пришло от суда, потом от фаз, ото всех. Так народ глазастый. Сделал стоп-кадр и посмотрел. А вызывают-то не Ольгу. И документы не на Быкову Ольгу Анатольевну, а на Смирнова Алексея Борисовича. Да, суды будут у Лешки. Все, мальчик, получил свои 18 лет? Да, Марго, ты права. Отвечай по полной программе. Потому что договоры на рекламу кто составлял? Леха. А кто снимал? Маман. Им-то там, рекламодателям, им все равно. Поэтому теперь отвечать будет Леша. Но Быкова же не успокоится. Она же будет кричать, что это ее штрафуют. Что ей нужно на адвоката. Ну а ты скажи правду, что Лешке нужен адвокат, юрист. Что это Лешу будут штрафовать. Интересно, а кто будет за Лешу платить? Я не думаю, что у Лехи такие доходы, что он сможет платить за рекламу. Поэтому Леха-то и притих, когда понял, что пахнет жареным. А притих он еще по осени. О, пришла. Здравствуйте. Марго. Кс-кс-кс. Че ты бегаешь? Поэтому ничего удивительного. Поэтому у нас как-то так дела. Открыла ей штору. Вот она думает, иди смотреть туда, или не идти. Ну иди, иди, смотри. Иди, смотри. Что там? Что? Что там на улице? Любительница на князи тут сидела, теперь на тумбочке. Поэтому я не знаю. Расскажет она нам, правда, не расскажет. Сегодня. Вот эти лепешки. Вот я тут вот иду из сарая, вот еще продала козочек. Вот такая вот она, счастливая, веселая. Ну, не ее штрафовать, будто сына. Понимаете, мать? Это самое, Федьку с училища дернула. Поскакала. Поскакала. Дернула. Дальше что? Не дала доучиться. Женька, непонятно что, не пришей к себе рукав. То есть она уже, Женька, везде. И тут, и не тут она. Надо ей, не надо. То она учится, то она сессии сдает, то она снимается, то она не снимается. Я вчера уже говорила, фотографию она вообще забросила. Великий фотограф. Поэтому, что там происходит, непонятно. Теперь Леху. Оказывается, не только шлейф ее популярности будет за ними тянуться. Она еще всех детей подставила. Ничего она им не дала и не даст. Потому что она не может ничего дать, так как она себя слишком любит. Да. Ну и сегодняшняя там тоже шорс у нее сидит, грибы трескает, огурцы. Ну, то, что подписчики передали. А когда это есть? Когда дети в школе и в детском саду. Что бы не отняли? Да. Поэтому все, как всегда, у нее. Да, я тебя слышу. Сейчас мы пойдем с тобой. Поэтому ничего там не меняется. Теперь будем наблюдать, как будут наказывать. Как будут наказывать Леху? Да. Да. За рекламу. Все реклама. Снег идет. Красота. Ну, работу дворника. Мама дорогая. Сейчас опять навалит. Много-много. Ну, елки-маталки. Ну, чего? Тебя выпускали. Ты не пошла. Все. На этом прощаюсь. То некоторым товарищам, тудем-сюдем надо бегать. Все пороняла. Пойду поднимать. Всем пока-пока. У нас идет снег. Ну, Ольга пришла. Те Ольги. Ох, эти Ольги. Деревья вот такие все красивые стоят. Метет, метет. Хорошо метет. Ну, во дворе вон чистят. Видите? Мини-трактор. Чистят. А он ведет. Ну как, красиво? Красиво. Субтитры сделал DimaTorzok